Мы видели, наверное, и слышали показания двух поставщиков, видовых поставщиков. Причем один из них раньше в наследстве допрашивался, но в число свидетелей не попал. Какую причину? Ну, наверное, нетрудно догадаться. Не укладываются их показания в то, в чем их обвиняют. А смысл-то в честь. Им вменяют всем, что ситуация какая, что для них были эксклюзивные условия, что вот эти 120 дней отсрочки, они как бы закрывали движение и заключение контрактов для других людей. Вот сегодня мы видели одного и другого совершенно посторонних людей, но которые тоже контактировали с ГУПом консервный завод и тоже на тех же условиях заключали договоры. И те же 120 дней отсрочки, и те же обговаривали коммерческие предложения. И точно так же в электронном виде читали информацию, заявляли, предлагали себя, как одного из поставщиков. И выигрывали то, и если выигрывали, приезжали и заключали договоры. То есть так, как и положено по закону. То же самое, что делали и те люди, которые сидят на скамье в суде. И самое интересное, обратите внимание, при Белике, директоре завода, выплачивались деньги, исполнялись контракты, не было никаких проблем. В мае задерживают Беликова, потом Сафонова, и начинаются проблемы. Что началось? Начались невыплаты, начались споры, начались, мягко говоря, скандалы, а потом обращение в суд. Вот первый свидетель, может быть, он был несколько нервный, эмоциональный, но он говорит, меня поймите, я ведь поставлял продукты от колхозников, от людей из деревни, и я им остался должен многомиллионов, которые не выплатил завод после посадки Беликова. Прошу прощения за слово посадки, имеется в виду, конечно, арест. Но он говорит, я-то как, вот да, меня включили в реестр кредиторов, да, мне должны выплатить, но я-то перед ними несу ответственность. А это их единственный источник существования. Поэтому он и нервничал. Второй, более спокойный, он объяснял все обо всем. Я думаю, что вот эти вещи, которые обговаривал обвинение, несложны, чем они будут теперь это обосновывать. Вот тот же перевозчик, который сегодня был, свидетель Иванова, он нам рассказывал, что он работает давно в перевозке с разными предприятиями, в том числе и с обыкным консервным заводом. И условия, которые были, вот они таковы. При этом он сказал, если 120 дней отсрочки, цена будет выше, потому что риски я беру на себя, я практически в кредит это поставляю. Если предоплата, да, цена будет меньше. То есть то же самое, что говорят наши подсудимые, они тоже объясняли, риски мы берем на себя. Мы, по сути дела, кредитовали в консервный завод, предоставляя возможность бесплатно получить составляющую, произвести маргарин, потом его продать, получить деньги и расплачиваться с нами. Вот так и получается. И я лишний раз говорю, что это те самые гражданско-правовые отношения, за которые сейчас пытаются, мягко говоря, привлечь к ответственности. Я считаю, что это неправильно. Но поживем, увидим. Я надеюсь, суд разберется. Елена Михайловна, спасибо. Как я понимаю, сейчас мы приближаемся к, так сказать, финишной прямой. К финалу, да. Да, к прене. Вот на следующее заседание будут выслушиваться уже показания самих обвиняемых, да? Да, подсудимых. Подсудимых. Прошу прощения, теперь они подсудимые. Да, на следующее, я думаю, вся неделя это будет, потому что предъявлено несколько составов. Очень большой объем, вот если обвинительное заключение посмотрите, это большое количество сотни листов. И по каждому из предъявленного обвинения они должны дать свои объяснения. И вот сейчас они должны заниматься тем, что они будут опровергать то, что там написано. Мы же пока не знаем, что будет поддерживать прокурор, что не будет поддерживать прокурор. В полной мере пройдет то обвинение, которое написано на бумаге или нет. Но они будут давать показания, как все было на самом деле, почему оно было так, а не по-другому, и будут ссылаться на какие-то свои доводы, которые мы услышим. Я думаю, что это будет и понедельник, и вторник, и четверг, потому что их пятеро. И сначала они дают показания, потом будут вопросы, как вы понимаете, прокурора и суда, и после этого будет уже объявлен перерыв. А вот когда мы всех их допросим, пройдет стадия дополнения. То есть обвинения и защита могут чем-то дополнить. Ну, я так полагаю, прокурору, наверное, надо будет пытаться опровергнуть то, что хотя бы было у нас сегодня и было позавчера. Потому что вот тот же профессор, которого мы докрашивали, который по закупкам, по вот этим электронным торгам, он четко сказал, что эти 120 дней отсрочки абсолютно законны в градации 223-го закона, и они никому не закрывали доступ к представлению своих коммерческих предложений, и надо было просто выигрывать тендер. Поэтому это все прямо установлено законом. А сегодня мы получили подтверждение, что есть такие живые люди, прошу прощения за этот термин, которые тоже работали с ними и тоже пользовались этой отсрочкой, тем самым 223-м законом. Вот так.